здравствуйте дорогие друзья сейчас идет мастерская группа вы только что имели такое удовольствие наблюдать онлайн за выполнением задания домашнего задания мастерского тренинга это называется похищение в загс девушка просто девушка просто очень счастлива видно да то есть вот эта девушка он с ней познакомился на улице она счастлива уже идет загс пять минут она 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 сказала что я узнаю всего пять минут ну и сейчас сюда в этот эфир будут звонить люди разные которые будут заниматься как раз выполнением практики на мастерском и мы будем вместе с вами смотреть наблюдать за тем что они делают ну или давать разные советы вот рассказывать им давать обратную связь там предлагать какие-то свои идеи если что пишите помогайте соответственно вас это тоже будет мотивировать заниматься практикой сейчас мы посмотрим кто у нас первым добавится с тем мы поговорим привет алекс а с другого аккаунта вы с одного то с другого аккаунта ну ладно давайте разобрались всем привет хорошо сразу звонить ну давай я сразу сходу звоню да да звони сходу а остальные пускай смотри ну ты иногда на микрофончик нажимаешь чтобы меня слышно не было если я что-то буду говорить то есть выключая кейсбук чтобы она не слышал что я говорю алло маша привет ну что ты чем занято еще работаешь так же ты должна уже быть закончить да да чуть понимаешь чуть больше время прошло но ты уже закончила видишь поработала нормально молодец круто нужно поработала отлично сейчас собирайся и выйди на улицу ну просто выйди потом все узнаешь давай давай потом узнаешь что будет надо сделать давай одевайся и не кидай трубку так ну кинула трубку сейчас пойдет наверно потому что она не поняла тебя то есть ты когда звонишь ты подольше чуть-чуть не поговори и скажу что сейчас я ну что она чувствовала что ты ведешь сейчас мы с тобой вместе будем кое-что делать надо все время подчеркивать руки что вы вместе что-то будете делать мы становимся будем то что делать сейчас мы с тобой вместе будем ты значит на работе хорошо сейчас мы вместе с тобой выйдем на улицу слушай меня дальше слушай мой голос мы вместе на улицу и дальше я тебе скажу что дело дальше да и она будет тогда привыкать к тому что ты ведешь ее давай давай еще раз и просто скажешь ты вместе вместе с ней я вместе вместе все время все вместе она сразу чувствует себя да нормально хорошо да мне достаточно слышать тебя там примерно понятно что она будет отвечать привет привет но ты уже собер супер супер офигенно короче как выйдешь мы будем что-то вместо делать будет очень прикольно а сейчас скажи когда ты что-то необычное такого сходу и помнишь такой и вент да не помнишь чтоб шла взяла и где-то там не знает что-то сделала или где-то уехала будет что-то очень интересно что прикольно что мы будем делать вместо ну короче сейчас одевайся одевай ботинки одевай ботинки а что ты делаешь начать давай пока одеваешь пока разговариваешь начинай деваться так 1 1 ботинки и 1 курс а потом расскажу смотри надо знаешь она 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 закрыта она занята чем-то там сто процентов нужно включить видеосвязь такой ситуации когда она ты слышишь по голосу она занята что-то делает тебе нужно больше ресурсов для контроля понимаешь ты только где-то не не вытягиваешь значит включай видеосвязь просто включай смотри на нее улыбайся там она все она начинает двигаться значит темпе голосом не но не ведется на эту тему надо еще какой-то канал восприятия подключать значит подключи видео канал восприятия и сразу начинает покажи мне это покажи мне то там что вокруг и сразу ты понимаешь какой-то обстановке тебе важно сейчас понять какой-то обстановке чтобы ей дальше манипулировать потому что мы не можем понять она не дает информации о том какой обстановке слышу что она занята там может быть что она там банки сейчас находится и рабочие столы вокруг вообще не может говорить поэтому ладно давай следующем пока она Она тебе будет перезванивать, не надо сейчас дальше её бомбить, можно будет перезвонить попозже чуть-чуть. Чего ты позову? Тут голос такой занятый у него, то есть она в рабочей обстановке какой-то. Что, Алекс говорил насчёт голоса? Голос занятой, такой голос, она в какой-то рабочей обстановке находится. Окей. Ну, кто-то вызванивает? Я могу следующий позвонить. Кто-то звонится, просто в камеру сюда к нам идёт, и мы его коучим. Ты тоже. Давайте, давайте. Я сам могу следующий звонить, но... Кто-то звонится просто, чтобы мы не ждали. Давай, давай, я звоню. Таис, смотри, значит, ну, то есть она выходит, у вас сейчас легенда такая, что она выходит, там, сюрприз, да, и она едет, и вы едете в ЗАГС, правильно я понимаю? А, ну, всё-таки ещё. Алло, Джулия? Джулия, привет. Джулия, привет. Джулия, ты меня слышишь? Сейчас, это первая связь. Ещё раз. Нужно какую-то рассматриванную тёлку найти, которую сейчас не на работе, чтобы с ней пофильтовать чуть-чуть, чтобы вытянуть её там на эмоции. Ага. А то они заскучали. Скучат в Москве. Просто в Москве сейчас холодно и паспортно, да. Такая погода, все спят, в общем, и надо раскачать эмоционально. Пошла. Погнали. Всё. О, результата хотите достичь. Сегодня задание похищения тёлки в ЗАГС. Сегодня задание мастерского тренинга. И сегодня просто задача такая. Значит, человек звонит девочке, знакомой, незнакомой, неважно. И просто добивается того, чтобы она вышла на улицу, села в машину, приехала по адресу и оттуда уже её на свиданку в ЗАГС. Вот. Это такая схема. Уже несколько человек в ЗАГСе. Боля, привет. Привет. Алло, меня слышишь? Да, да. Ай, ты едешь? Офигенно, офигенно. Слушай, тогда подъезжай к станции автобуса. Ты ещё в Витебске, да? Ты ещё в Витебске, да? Да, ты ещё, да? Ты тут, офигенно, офигенно. Короче, ехай сейчас в станцию автобуса. И потом я тебе расскажу, что делать. Да. Ну, слушай, слушай, слушай. Там был косяк с этим синим фасатом, но сейчас всё разрулили. Короче, просто подъедь к санкции автобуса. Ты всё знаешь. Ну, прикинь, будет охуенно. Я... Джулия, будет охуенно. Тебя вштырить, я тебе говорю. Ты вспомни, когда ты последний раз делал что-то необычное. Что-то вот так сходу взяла опа и сделала, где-то уехала или... Никогда не делала. Никогда. Ну, слушай, ну, а тебе нравятся сильные ощущения? И что интересное сделать? Слушай, всё разрулим, покушаем, это не вопрос. Просто подъезжай к станции автобусу. И там всё узнаешь. На меньшее количество шагов дели. Смотри, говори конкретно. Говори, что ты видишь? Иди вперёд, иди прямо, иди налево, короче. Видишь маршрутку, видишь трамвай, зайди в трамвай. Больше разбей. Да, да, подъехай, подъехай, короче. Алло, алло, как далеко ты от станции? У вас нет автобуса? Слушай, где ближайшая станция автобуса? Подойди к трамваю. Подойди к троллейбусу, короче. Слушай, ну ты же на машине едешь. Так просто, просто подъедешь к ближайшей станции. Ты там всё узнаешь. Да. На вокзал, на железнодорожный вокзал. Связь прервалась. Короче, слышишь, я понял, я не врубился просто сперва. Она уже на машине едет, да? Да, да. Отлично, короче. Она в Витебске? Да, прервала связь. Короче, слушай. Тебе надо было сказать, что ты должен выехать на московскую трассу и ехать по московской трассе. Езжай по московской трассе. Сейчас тебе скажу. Километров два. Сейчас ещё за Витебском. Ещё километры. Ещё несколько километров езжай. Ты едешь и едешь. Я звоню ей опять. Что ты видишь там? Село такое там? Хорошо. Езжай дальше этого села. Ещё. Сейчас увидишь. Подожди. И не сливаешься, короче. Тянешь, тянешь, тянешь её. Слушай. И нахуй этот НЛП. Убирай его. Ну, к хуям. Почему смотреть в ситуации экшена неуместно то, что ты говоришь там. Ты вспомнили своё событие, которое ты когда-то делала раньше, чтобы ты состояние хочешь вызвать. Ну, чтобы она подорвалась на приключение. Тебе надо просто в ситуации быть. А ты, короче, не в ситуации. Ты её в транс какую-то пытаешься вогнять. А она должна действовать сейчас. То есть, так, ты едешь правильно, налево открути руль. Покажи мне видео по видеосвязи. Вот смотри, я вижу дорогу. Туда езжай. Конкретно. То есть, совершенно тупо, конкретно говоришь, что делать. Окей. Потому что иначе она начинает думать там. Что-то пытаться понять. И она не делает ни хуя. Нам надо, чтобы она сейчас активной была. То есть, надо... Короче, я звоню сейчас первый. Предыдущий. Предыдущий. Да, слушай. Звони первый. И ты говори просто. То есть, ты говори. Так, хорошо, ты вышла. И в обстановку больше вгрузить в обстановку. То есть, смотри. Так, ты вышла. Ты видишь здесь троллейбус? Отлично. Подойди к троллейбусу. Какие у вас тут троллейбусы ходят? Или ты видишь там, не знаю, такси? Подойди к такси. Подними руку. Значит, не поднимается рука. Подними руку. Подними. Сейчас подъедет машина. Видишь, машина подъезжает? Вот подъезжает. Отлично. Садись в эту машину. Садись в машину и говори. Адрес такой-то. Сказал адрес такой-то? Дай мне, я с водителем поговорю. Ну и сам водитель говоришь. Такой-то адрес крутиезжает. То есть, старайся в ситуации быть. Никаких лишних слов. Ничего лишнего вообще. Старайся. Именно в самой ситуации. Если она начинает затупливать, тогда ты говоришь, что ты вокруг видишь. То есть, только затупливает она. Только начинает. А что? Так, что ты видишь? Покажи мне. Сейчас я скажу тебе, что делать. Понимаешь? Да? И она начинает отдавать тебе тогда ответственность, как баба. Потому что бабе хочется, чтобы за нее все решали. Девочки пишут. Покажи. Класс. Я сто раз уже эти трансляции ввел. Привет. Ну? Алло. Ты меня слышишь? Алло-алло. Маша. Ну? Как красиво ты выглядишь. Вообще. Слушай. А что не одета? Давай двайс. Плохая связь прервается. Прервается. Ну я понял. Давай еще кого-то. Я без видео. Без видео. Без видео. Да, да. Слушай. Давай еще кого-то посмотрим, кто там звонит. Ну они, короче, они нормально ведутся на твой голос. Они выходят там. Я смотрю. Все отлично. Вот. Просто надо долбить дальше. Давай еще кого-нибудь заслушаем. Сейчас. Еще, ребят, я что вы получили? Еще знаешь что? Ну надо, чтобы слышно было, чтобы они были, короче, какая-то типа движуха с ними началась уже. Нужно дольше времени, короче. Нужно больше. Ну надо еще звонить, короче. Нужно обвижухать. Чтобы кто-то поехал уже. Еще несколько делали. А, слушай, ну просто сделай рассылку сейчас. Значит, позвони мне, это важно. Позвони кое-что, скажи, это важно, короче. Девочки, ну просто чтобы они сами тебе звонили. Потому что, ну, они, знаешь, получается, после этой рассылки они будут тебе звонить. И мы будем уже брать те звонки, которые сами к нам звонят. Не это самое. Давай. Не ждать слишком долго, а то... Пацаны, кто еще разговаривает? Давайте, кто еще разговаривает, пока Джон и с мы званим еще телок. Давайте, значит, вытаскиваем этот тоннель. А что еще? Покажи телку. Покажи, когда будешь общаться, покажи ее, короче, видео. Ну, как ты общаешься, чтобы она не видела нашу трансляцию. Угу. Я сейчас параллельно веду трансляцию. Девчонки, пишите свои номера, сейчас вам тоже позвонят. Мы кое-что вам скажем. А те девочки, которые сейчас сидят в эфире, вы напишите свои номера, и мы позвоним, кое-что вам интересно расскажем. То, что вы не знаете еще пока. Это сюрприз. Эта девочка слышит. Сейчас, короче, в ЗАГСе. Я звонил в ЗАГС. Они в ЗАГСе находятся. И девочка такая, а что это за человек? Вы давно с ним знакомы? Я говорю, шесть лет. Первый раз его вижу. Поверила мне, что он больше не звонил. Важное дело. Связанное с встречами с такими-нибудь людьми. Встречами? Да. Ты говоришь про знакомства? Да нет, про те дела. Они связаны с моими встречами, которые сейчас выездят. Все, отлично. Пожалуйста, позвони по этим делам и отложи их на некоторое время, скажем на час. Я не могу это сказать. Просто такая важная штука. Окей. Давай. Ты же все равно с дома вышел и одет? Ты же все равно уже с дома вышел и одет? Давай садись на метро и вместе потом приду на метро. Что, Алекс? Алекс, Алекс. Слушай, короче, ты не проси ее, а ты говори, что делать. Ты все равно вышел из метро. Так, ты вышел из метро. Так, все, иди сейчас. Я тебе говорю, сейчас тебе важно. Вопрос жизни и смерти. Твоей причем. Значит, садись в метро и езжай на какую-то станцию. То есть голос более жесткий. Сделай такой. Как себе такой план? Такой план, на самом деле, так себе. Потому что я придумал одну прикольную жизнь. Но это можно делать только сейчас. Прям уникальный шанс. А, нет. Давай попробуем. Давай попробуем. Нет. Я не могу попробовать. Я не могу даже сказать, да. А это просто все. Ну ладно. Потом сюда не станем. Пока. Слана, блядь, чувак. Сука. Она тебя просто, блядь, через бедро нахуй. Короче, слушай. Никаких. Ладно. Ты будешь наказана. Ты знаешь, что будет с тобой. В следующий раз, когда я буду звонить, я тебя поставлю вообще на счетчик за такие дела. Ты че? С ума сойти. Блядь. Надо наказывать тебя. А кто должен быть такой, понимаешь? Они должны чувствовать, что ты рулишь ею. Понимаешь? Ты, блядь, ты что? Ты наказываешь ее сразу же. Никакого прогиба под нее вообще ни хера. Нельзя, нельзя так делать. Короче. Смотри. Должен разозлиться. Голос. Алло, алло. Маша, слышишь меня? Да, супер. Ну, связь перебралась. Слушай. Так. Оденься сейчас. Одень куртку. Ты уже оделась. Нет. Одень куртку. Я не хочу, чтобы ты прохолодалась. Нет. Одень куртку. Я не хочу, чтобы ты прохолодалась. Ладно. Ты все узнаешь. Ты все узнаешь. Не порт сюрприз. Короче. Просто выйди на улицу. Просто выйди на улицу. Ты на улице. Я не слышу машину. Ты на улице. Что видишь? Ты на улице. Отлично. Да. Расскажи, что видишь вокруг? Такси. Машины? Какие машины? Видишь такси? Что это? Видишь такси? Такси видишь? Не видишь? Блин, странно. А на какой ты улице стоишь? Какая? Шипилиус? Шипилиус? Отлично. Слушаю. Тогда слави машину. Я тебе слави машину и я тебе разрушу что делать. А что? Может, какие локации? Какие локации? Какие локации? Слушаю. Просто какие локации? Что это? Не знаю. Скинги локации. Скинги локации. Я кое-что должен проверить. Ты говоришь. Я тебя не вижу. Скинь геолокацию. Как будто ты там. Скинь геолокацию. Я тебя не вижу. Окей. Давай. Короче, слушай. Выключи звук, чтобы она не слышала. Ты говоришь, что скинь геолокацию я тебя не вижу. Просто в Яндекс такси заказываешь такси в эту точку и там сразу появляется такси через пять минут. Понимаешь? И просто она ее берет и все. Ну, она же за него платить будет. Не просто, блин, не ставь оплату по самому. Понимаешь, да? То есть просто ты как бы такси подъезжает. Она думает, что ты там будешь внутри. Она садится. Тебя там нет. И продолжаешь говорить, что и делать. Понимаешь? Окей, сейчас. Ну, там, я не знаю, как у вас сейчас, я, допустим, беру юбер, да, юбер оплату наличными, короче. Беру просто хуяк эту точку туда и все. Да, так я поставил. Отлично, отлично. Скинь геолокацию. Как бы тут, смотрите, сейчас я чувствую начало возмущения уже растущего женщин. Типа, мужики бедные там, не могут так себе платить. Просто хочу девушкам объяснить, что, поймите, девчонки, что, когда человек вызванивает сто тенок в день, то сто машин, даже если у него бабки есть, это, сука, нелогично. Дело не в том, что мы такие жадные и нам денег жалко. Понимаете, девчонки, дело в том, что просто вас много. Блять. И все. Вот. Да, поэтому он не платит, да. Поэтому не платит, ну, как бы нормально. Ничего страшного, что она заплатит за это такси. Нет совершенно, это нормально. Она взрослый человек. Ну что? Она отключилась, да? Еще не скинула, да, отключилась. Сейчас за нее опять. Еще не скинула? Да, да. Говорю, скинул геолокацию, я тебя не вижу. Я ее еще не знаю, потому что я не знаю, что это будет. Короче, иди в чат в WhatsApp, там на левой стороне есть плюс, нажми на плюс и второе снизу будет локация. Или скрыт. Давай, делай. Не надо выключать связь, просто найди наш чат и там скинем. Бросил труб опять. Слушай, ну смотри, уже очень классно получается. То есть, ну, ты рулишь ее, она выходит, она делает, все это классно, это супер вообще. И больше ничего не нужно. Чем конкретнее, тем лучше. В чем фишка вот этого задания вообще? Блядь, показывают, что не надо договариваться, блядь, о свидании с телкой. Не надо этого делать вообще, это лишняя хуйня, да? То есть, тебе нужно с ней встретиться. Раз тебе нужно с ней встретиться, значит, ты просто звонишь и говоришь, так, выходи, все, вот здесь и сейчас, хуяк, встречаемся, ничего не планируем. Любую телку вытаскиваем там за 10 минут просто вот так. Понимаешь? Это гораздо быстрее, эффективнее, там, никакого геморрой, никаких назначений свиданий, никаких сливов нет. Ты конкретно контролируешь ее, вытаскиваешь ее, вот поэтому это называется похищение, да? Потому что ее похищаешь, по сути, ты ей позвонил, короче, да? И ведешь ее шаг за шагом. До самого самого дальнего. Ты точно знаешь, что она придет уже. Вот эта фишка, я сказал, классная, смотри. У нее возникает ощущение, что, действительно, ты следишь за ней, понимаешь? Это охуенно. То есть, ты говоришь, я тебя не вижу. А она думает, блядь, откуда, сука, у него мой адрес? Ты говоришь, у меня, можно знаешь, как сказать, охуенно работает вот что, можно сказать, у меня очень большие ресурсы, я знаю, где ты находишься, я знаю все, все предложения всех людей, я тебе потом объясню, у меня такая работа. Блядь, и тенка думает, тебе хватит, он работает в ФСБ, сука. Они даже такие вопросы не возникают. Я когда в Литве делал тоже, говорю, выходи из своего офиса, там, она выходит там, ай, уточни свой адрес, она говорит свой адрес. Да, да, да. Даже не спрашивай. Что там у народа еще, у остальных? Кто еще? Я только двоих видел, тебя еще, парня этого, которые... Вот еще. Старайтесь... Да, да, Маша, но я не вижу твоей локации. Еще раз, высылай. Давай, иди в наш чат, иди в наш чат. Короче, поставь звук на микрофон, чтоб ты слышала. Иди в наш чат. Зашла вся, да? Внизу. На левой стороне нажми на плюс. Ты в нашем чате, да? Да, да. Там есть три знаки на правой стороне и один плюс на левой стороне. Видишь? Нет. Не видишь? Ладно, тогда... Какую ты улицу и номер видишь улицы? Напиши тогда в чат, какую видишь улицу и какой номер. Это просто у тебя айфон. А у него, может, айфон. А у него какой это телефон? У него какой телефон? Это у айфона здесь плюс слева, да? И там где локация, а хуй узнает, что у нее там. Ну ладно, не важно. Вот смотрите, здесь люди в чате пишут, что почему по смс нельзя контролировать. А вот как вы думаете, почему по смс ее нельзя контролировать? Почему звонить? Вот человек написал, а что вы по смски не ответите? Голоса не слышно. Блять, как вы обратную связь отведите по смске? Она голосу свою может сказать, что, значит, нам, что она сомневается, да, и мы сомнения услышим. И тогда мы будем ее дальше бомбить, пробивать, там, раскручивать. А к той смске ты ничего не поймешь. Написал смску, это считай смска в один конец. Ну или вообще никак. Вообще круче голосу свою связь. Круче. То есть еще круче, но просто не все вытягивают там интернет, не у всех там. Не всегда получается, некоторые все постесняются. Так, я вызываю ей так. Да, да. Видео всегда хорошее. Да? Не воздействуешь сразу же всем мимикой, там, жестом. Ну да, их там тысячи, блять. Вы ебанец. Ксюша полячил. Так давай, во-первых, будь. Так, кто в сферу едет, друзья? Давай, иди. Привет. У тебя звонок есть? Привет. Ага. Йонас, Ксюша, а не у меня откуда? Еще нет. Ты меня четко задерживаешь. Давай. Ну, пусть он позвонит. По смс. А по вызвану эффективнее вообще все. Алло. Привет. Алло, алло. Привет. Привет, привет. Как дела у тебя? Это кто? Это кто? Да, хорошо. У меня дела. Это Андрей. Мы с тобой, с твоей мамой общались позавчера, кажется. Привет. У тебя еще кудряшки так мило на ветру развивались. Да, точно я готова. Да, для моих может уменьшить. Да, я думаю, стоит уменьшить. Ась, чем занимаешься сейчас? Слушай, я очень интересен. Я, короче, вступляю себя с водителем. Если мне отдали мою машину, я не жду в Казах, туда-сюда, туда-сюда, в Хитхе, в Красногорске. Короче, меня мотает во всей Москве. Меня уже немного стараешься. Скорее... А где вот прямо сейчас, в этот момент сейчас, где проезжаешь? Вот реально сейчас я в Хитхе, в Хитхе. А что видишь вокруг себя? Не в Хитхе, это не в Хитхе, это не в Хитхе, а в Хитхе. Короче, я в Ленте. Чего? Я в Ленте. В Ленте? В Ленте, да, в магазине. О, круто, круто. Ты на кассе уже стоишь? Нет. Ты будешь что-то покупать? Да. Если будешь что-то покупать, ты сейчас заходишь в Ленту, нужно купить свечи. Так. Свечи? Ага. Сейчас сниму, да? А потом я тебе скажу, что делать. Нужно купить три свечи, важно, чтобы они вкусно пахли. Так, блин, вообще, это вообще, наверное, вряд ли. Там же продаются свечи? Я не знаю. А давай видео включу. Я, конечно, знаешь, какая тема? Если там кто-то хотел, допустим, увидеть, наверное, вряд ли получше. Сейчас, сейчас. А, да я пока не предлагаю тебя увидеть. Я тебе пока предлагаю купить свечи. Ты просто предлагаешь мне купить свечи? Это квест такой. Слушай, не знаю, что здесь сегодня квестов просто. Я уже, мне кажется, мастер по квестам. Так что, блин. Это будет левелап у тебя. Знаешь, типа, как в РБГ герою дают задание, он это выполняет, получает. Ой-ой-ой, у меня не стоит. Как я старший план. Вот, ты, короче, покупаешь свечи, левелапаешь, у тебя рожки поставят. Ну, ладно, хорошо. Ты уже зашла туда? Ну, то есть, ты внутри магазина? Да, да, да. И я немного сейчас. Ну, мы будем думать, что надо. Да ладно, что ты, давай поиграем. Круто будет. Неаа. Ты еще не знаешь, что тебя... Стара? Ты еще не знаешь, что тебя ждет в конце. Можешь говорить. Короче, не прожимай на игру. Начинай заваливать ее разными вещами. Есть там молоток, гвоздь и шарик там. Покажи мне еще что-то. Еще что-то покажу. Отвлекай ее с момента того, что она выбирать начинает. Расскажи сейчас, что она тебе одет. Так, все, ладно. Я просто тебе звоню, и я там напишу. А мама рядом у тебя? Молоток. Какой молоток? Пацаны, что там было? Она услышала меня, да? Ну вот в конце, когда я звук отключил, там пару фраз, она не поняла, что... Блядь, короче. Слушай, вот смотри, я... Народ и зрители видели, что когда ты начал говорить про то, что одета, я вот так закрылся, блядь. Это то, что не надо было говорить. Она тебя начинает сливать, понимаешь? А ты, сука, дальше... Вот тут, когда, короче, ты чувствуешь, что телочка тебя начинает сливать, нужно ее отвлечь с того, чтобы тебя сливать на что-то другое. Как ребенка, понимаешь? А у нее возникла мысль, блядь, короче, не хочу покупать свечи. Так, ты ее должен сразу на другое переключить. Не прошивай на кубку свечей сразу. Молоток есть там с гвоздями? Она такая, блядь, сразу, зачем тебе молоток с гвоздями? Просто скажи, есть или нет. И дальше, значит, смотри. Ты должен на опережение каждый раз работать. То есть, она тебя пытается слить. Ты чувствуешь, что она тебя пытается слить? Она такая, ну, я в квесты не играю. Да, ты не играешь в квесты, но я играю в квесты, короче, сейчас. Ты где находишься? Там, все, сейчас через пять минут встречаемся возле кассы. Она такая, как, блядь, ебал? Понимаешь, сразу, хуяк ее. Блядь, вливал ей, понимаешь? Она такая, а, я не знаю, я не возле кассы. Так, все, сейчас-то. Не молнуйся, подожди, тут дело там трех минут. Я тут рядом нахожусь. Через пять минут встречается возле кассы. Хуяк. И, короче, дальше, смотри, дальше ты просто тянешь время, понимаешь? Ну, если реально тенка тебе нравится, то ты можешь взять, поехать, ее взять оттуда сразу и оттуда похитить, понимаешь? Она начинает отмазаться. Но тенка начинает уже взвешивать свои слова. Она понимает, что ты не просто чувак, который где-то там, а ты чувак, который сейчас материализуется прямо перед ней, понимаешь? Она, сука, должна на тебя реагировать, она же тебя просто так слить не может. Ты сейчас ей, вот она тебя сольет, ты сейчас подойдешь и предъявишь ей прямо вот face to face, понимаешь? Они этого боятся, они начинают прогибаться и сразу по-другому будут общаться с тобой. Ты это увидишь, ты прочувствуешь это, что она начинает по-другому общаться, когда ты говоришь. Значит, да это вообще пиздец работает. Один раз у меня в трансляции это сработало, когда телочка ведет эфир. Я ей пишу прямо в институт. Значит, типа, я тебя пришел сюда соблазнять. Она такая, ой, тут мне кто-то соблазняет пришел. Я такой, ты где находишься? В кафе? Я знаю это кафе, сейчас подойду. И она тут же раз такая на очко присела. Опа! Пиздец, короче. Я говорю, ты скажи конкретно. Она такая, ну, приходи. И мне скидывает адрес этого кафе, там, через пять километров. Ну, я, естественно, не пошел, но я начал говорить, что я иду. Я уже к тебе иду, я иду, иду. И в результате после трансляции она, короче, мне пишет, ну, что ты где? Хотя там у нее сидела, там, Чек-300 смотрела, как она ведет эфир, да? Но она мне написала левому чуваку, который просто показал вот этот принцип, что чувак, который действует, он не просто будет там сидеть и пиздец с ней, а он будет действовать. Он реально конкретный парень, там, по кодексу живущим, понимаешь? Они начинают это чувствовать, что ты сейчас пойдешь и будешь действовать. То есть не просто так ты переписываешься, вот смотри, вы общаетесь с ними не для того, чтобы с ними попиздеть. Они должны чувствовать, что за каждым твоим словом следует действие. Не просто там с ней попиздеть, а так, свечи, отлично, покупай, не покупай, сейчас я подожди, подойду, разберемся. А что делать сразу? И дальше, следующий шаг, это... А что она там сказала? Что-то я не понял. Ее водитель что-то там возит, там, что-то или... Что-то водитель ждет, ждет ее водителя, и она что-то там торопится, и сейчас не может встретиться, что-то такое. Аликс, моя в такси села и едет в такси. Отлично, Аликс, прекрасно. Моя в метро едет через 15 минут в метро, а что с ней дальше делать? Что-что? У меня сейчас девочка через 15 минут в метро приедет сюда рядом. Что с ней дальше делать? Почти ее сюда в квартиру, говори, мы сейчас готовимся, сейчас поедем все в ЗАГС. Сейчас готовимся. И, короче, скажи, что там, мы едем в ЗАГС, просто скажи, мы едем в ЗАГС, сейчас готовимся, поедем в ЗАГС. Она не понимает, как хуя вы поедете с кем. Потом выяснится, что это ты с ней едешь в ЗАГС, но это для нее только там окажется, в ЗАГС уже сюрпризом таким. Собираете всех телок в квартиру, смотрите, короче, какая идея. Вы собираете всех этих телок у вас в квартире, и вы готовитесь ехать в ЗАГС все. Параллельно там, если кто-то кого-то дернет, прекрасно, но секс – это так между делом, понимаешь? Все едут в ЗАГС. У вас, как вы, организация, я, то есть не ради секса, а ради того, чтобы в ЗАГС поехать. Вы что-то занимаетесь, кому-то звоните, что-то решаете и так далее, понимаешь? То есть они должны видеть… Ну, сейчас я вот ввожу до дома и ввожу в квартиру. Смотрите, ребята, самое главное вот, чтобы вы поняли, если бабы видят мужиков, занятых чем-то, они отключают свои гребаные фильтры. Если они видят мужиков, занятых тем, что мужики их разводят, они тут же включают свои гребаные фильтры. Поэтому у вас должна быть для баб какая-то цель, отводящая их внимание на эту цель. Цель – мы едем все в ЗАГС, цель – мы готовим вечеринку, цель – мы занимаемся делом, мы пацаны занимаемся делом. При этом, короче, ты завел ее, выебал, охуенно, не выебал, у тебя главная цель – это в ЗАГС поехать. И она не будет сбегать и сливаться, потому что, ну, не получилось выебать, ну, все равно поехали в ЗАГС. Ну, все, едем в ЗАГС теперь, сейчас с друзьями едем в ЗАГС. Ну, окей, едем там на вечеринку дальше, продолжаем что-то организовывать, что-то делать. Ты все время как бы делаешь заход, и получается откат. Но вы продолжаете куда-то двигаться, да? Если вы не двигаетесь куда-то, то они сливаются нахуй. Угу. Ясно. Что-то пишут эфир на Ютуб, эфир на Ютуб. Что, давайте звонить. Да, я звоню. Я еще одной звоню. Давай-давай. Сейчас мы всех выебем. Сейчас всех возьмем ебать. Короче, всех квартиру. Всех квартиру, всех. Сразу ГК, короче. Даша, привет. Привет. Ну, что ты? Что ты? Что ты? Чем занята сейчас? Врача. Еще у врача? Да. Ну, нифига себе, так долго. Что сипит. Слушай, давай тебе надо сделать перерыв. Выйди чуть-чуть на улицу. А на угенерологе? Ты уже на улице? Да я уже на Новослободской. Ты уже на Новослободской? Встречай. 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 Ну, да-да. Скажу. А ты скажи, где ты сейчас? Вот точно. Где ты точно находишься? Встречай. 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 Да-да. Так мы уже договорились. Вот просто выйди на улицу и ты все поймешь. Встречай. 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 Пока на таганке. Следующий шаг. Я тебе не вижу. Ты все узнаешь. Я тебе скажу, что потом надо делать. Встречай. 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 Ты все узнаешь, Даш. Просто... А что я знаю? Раз это такая самая такси, что не будет? Да. Не-не. Просто ты выйди на улицу и... И тогда насчет такси я тебе скажу. Не-не-не, ты все узнаешь. Короче, выйди на улицу. Давай. Она отключилась? Да, отключилась. Слушай, ты знаешь что? Старайся вот эти фразы «выйди на улицу» менять на другие фразы. То есть даже если ты хочешь сказать «выйди на улицу», ты, короче, один раз сказал «выйди на улицу». Она не выходит. Или там тупит, допустим. Ты говоришь «пройди через выход». Она не делает это, ты говоришь «подыши свежим воздухом». Она этого не делает. Ну, короче, каждый раз, да, чтобы эта формулировка была другая. Потому что, знаете, разникает ощущение такое, что тупо продавливаешь. И Тёмке это всегда чувствуется. Она такая, думает, блядь меня продавливает. Короче, он давит на меня все. Просто ты, даже если хочешь продавливать, похуй продавливаешь. Но просто, ну, эту формулировку меняет. Ну, как ты делаешь упражнение на онлайне. Да дай ватсап. Нет. Дай инстаграм. Нет. Дай ватсап. Ладно, короче. Давай посредством телепатии будем тогда с тобой общаться. Дымовые костры. А у тебя скайп есть там. То есть ты просто меняешься, потому что иначе получается ты такой тупизм, там, в одну точку бьешься, да. Она как бы, этот касса, ты там дальше, она свои рога начинает включать, короче. Да, ну, вообще, кстати, я вот для зрителей хочу сказать, что почему он ее вытаскивает сейчас и не может полтора часа ждать. Потому что по правилам темы мы ничего не ждем. Мы делаем все здесь и сейчас. То есть если она хочет еще полтора часа там сидеть на приеме, да, мы не будем ждать этого. Мы выебем ее сейчас. Она забудет про прием, она прогибет этот прием. То есть стандартная фишка, на которую мужики покупают, на телке покупают всех мужиков, да. Вот у меня дела, это называется, несуществующие дела, да. Вот у меня там дела, у меня работа, у нее всегда будет работа, у нее всегда будет какой-то прием и так далее. А секс, он должен быть всегда неожиданным для нее. То есть работа, хорошо, у тебя важна встреча, хорошо, выйди на пять минут, вышла на пять минут, сядь, сейчас быстро попьем кофе. Села и на полтора дня ушла в заготовку. Сеня, привет. Привет. Алло, алло, ну, как ты? Что ты сейчас делаешь? Я работаю. А когда работаешь? Еще работаешь? Да, работаю сейчас. А ты что, меня не помнишь? Нет. Не помнишь, Ксения, ну комон. Зима, Москва, красивая панорама Москвы. Ну, слушай, не, ну вообще, так я твой будущий муж. Да? Да. Я звоню тебе, ты что, своего мужа забыла? Ну, Ксения, я тебе из будущего звоню. Полный косяк, будешь наказана за такой косяк. Так, давай, пристань. Не, сперва, сперва накажу тебя. Слушай, ну я из будущего, я прилетел из будущего, господи. Я твой будущий муж. Да? Нет. Про детей, скажи про детей, скажи, что у вас двое детей, мальчик и девочка. Слушай, а про наши детей хотя бы помнишь? Какие? Один мальчик и девушка. Девочка. Девочка? Нет, и мальчик, и девушка. Где ты сейчас находишься? Работа. Работа? В каком месте? Павелецкая. Супер, отлично. Выйдай чуть-чуть на улицу. И все узнаешь. И все узнаешь. И все узнаешь. Сюрприз. Сюрприз. Нет, спасибо. Слушай, а что ты вот именно сейчас делаешь? Я надеваюсь на дванчике. Я надеваюсь на дванчике, если говоришь, что ты работаешь. Да. Окей. Что ты делаешь? Молодец. Сейчас тогда встань. Просто встань. Нет. Встань, встань. Ну давай встань. Ты все узнаешь. Ты встала? Точно? Да. Ну молодец. 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 Встала. А сейчас... Сейчас... И... Ложись. Подыхай. Надо, чтобы ты легла. Ты не помнишь мой голос? Ну, Ксения, как ты могла бы быть? Ты вспомнишь. Ха-ха-ха. Ну да. Скажи, ложись. Просто ляг на пол. Ксения, Ксения, ты все вспомнишь? Сейчас просто ляг на пол. Пу-у-гу. Нет, просто ляг на пол. Чё? Скажи, что я не смотришь? Пу-у-у. Чё? Чтобы вспомнить моё голос, тебе нужно лечь. Чтобы вспоминуть моё дело, тебе нужно лечь. Чтобы вспомнить моё голос, тебе нужно лечь. И так и исчисли? Ты всё узнаешь, ты быстро всё узнаешь. Ты легла, вспомнила мой голос. Фото сделай, что ты лежишь, я тебе не верю. Слушай, сделай фото, как ты лежишь, я тебе не верю. Если бы ты лежала, то точно не вспомнила. Не, Ксения, я серьёзно. Давай сделай свою фоточку. Ты сразу всё поймёшь. Ложись. Сразу вспомнила. Сейчас. Если бы ты лежала, ты сразу не узнаешь. Тебе нужно и дышать, дышать нужно. Дышать нужно из живота, чтобы дыхание было. Да, Ксения, ты всё узнаешь. Ладно, открой Яндекс. Открой Яндекс. Что будет? Что будет? Просто, просто открой Яндекс. Открыла? Давай сейчас пойди. Новослободская, 12. Новослободская, 12. Вела? Сколько минут ты показываешь? Сколько минут ты показываешь? Двенадцать минут? Отлично. Двенадцать минут? Отлично. Отбросла и кто-то поговорил. Что? Скорее всего, она отмазалась, что кто-то позвонил. Она такая неуверенная, короче, её надо подраскрутить, потому что по голосу слышно, что она такая, типа, сомневается во всем такая, знаешь. По голосу надо, знаешь, когда такой голос, такой она, ну, голос такой, она стрёмит, короче. Она что-то боится. Слышно, видно, по голосу слышно, что страхи какие-то у неё. Надо раскручивать её, чтобы она говорила, что у неё в башке. То есть побольше вопросов просто таких конкретных по ситуации там. Чем ты занимаешься? Сколько ты работала сегодня? Хочешь отдохнуть там? Что дальше планируешь делать? Чем живёшь? Чего угодно, чтобы вот какая-то информация от неё была, да? Чем больше информации ты получаешь, тем больше ты понимаешь, в какую сторону тебе дальше вести диалог с ней. Вопросы не задаёшь слишком личные. Не надо переходить слишком далеко, там, знаешь, и атаковать там, типа, сколько было мужиков там и так далее. Просто такие вопросы, ну, повседневного характера, да? Там, выспалась, не выспалась? Ну, такие простые вопросы там. Далеко ли ты живёшь от работы или нет? Легенда была. Чтобы она просто её вытянула в коммуникацию, чтобы она что-то поговорила, чтобы мы понимали, да? Что мы с ней можем сделать? Какую-то информацию не пишем. Потому что мы звоним незнакомой тёлке. Мы ничего не знаем, значит, про неё. Нужно, ну, вот, узнать, узнать какие-то вещи, да? И уже на их основании там отсюда что-то выстраивать. Потому что всё, что мы... А если есть сказать, что мы где-то познакомились? Что? А если ей сказать, что мы где-то познакомились? Ну, это Бро дал мне её номер. Ну, можно сказать, что где-то познакомились. Не важно. Во время звонка, понимаешь, это не важно. Потому что всё, что было до, не важно. И как познакомились, не важно. Это они спрашивают, да? Это им нужно для образа. Они хотят образ твой нарисовать. Там, кто звонит, да? Интересен, неинтересен. А тебе похуй. Тебе надо вот сейчас с белого листа здесь и сейчас сформировать и накидать в неё то, что нужно, да? То есть ты звонишь и говоришь, там, будущий муж, Мустафа, там, самый лучший мужчина в твоей жизни, значит, или вспомнишь, что ты делала летом, да? Тебе стыдно, наверное, это вспоминать, там. Когда ляжешь, тогда вспомнишь точно. Так просто ты не вспомнишь. Как ты могла меня забыть? Я вспоминал твои стонные крики недавно. Мне даже это снилось, да? Вот. Ну, я думал, что когда-нибудь повторили. Ты меня так просила... Маша, привет. Ну? Ты где сейчас? Варшавское шоссе. Варшавское шоссе. Супер, супер. Ну, ещё недолго, ещё поехали. И тогда всё узнаешь. Недолго? Варшавское шоссе? Недолго, недолго. Всё быстро узнаешь. И потом... И потом мы встретимся... Потом мы встретимся и будет всё офигенно. Всё хорошо. Давай, давай, пойдём. Это которая едет с такси. Она сказала, что так долго ехать полторы часа. Я говорю, ну, чуть-чуть подожди. Народу спрашивают, можно ли так из инсты вызванивать. Да можно вообще откуда угодно так вызванивать. Поэтому это упражнение называется «Похищение тётки». Потому что, значит... Потому что это, по сути, такое телефонное похищение. То есть, ты вытаскиваешь новую девочку. Так, что там ещё? Кто там у нас ещё маячит на заднем плане? Давай их туда, сюда. Так, девочка едет. Второй, третий. А ещё два человека? Или два трое? Есть. Вос трое? Нас пятеро общаешься. Где с нами идут? Давай ещё тех, кто не был ещё. Ну, сильная. Ты очень красивый жених. Ты уже встала? Самый сочный там, самый сочный красавец там был. Хочу жениться на тебе. Сегодня хочу. Я слышу твой волос. Маструбировать хочу. Ты меня конкретно возбуждает. Час прошёл, да выключился эфир. Так бывает. Ну ладно, ребят. Не смешно. Серьёзно. Эй, женщина, подожди секундочку. У меня намерение самое серьёзное. Ну ладно, я поняла. Давай. Некуда разговаривать. Подожди. В окно посмотри. Посмотри в окно. Да, сейчас посмотри. Подожди. Вот глянь. Выгляни в окошко. Я тебе маленький сюрприз приготовил. Да, выглянула. Это просто как такой заправочка. Затравочка небольшой. Посмотри в окно. Видишь мужчин там? Да, вижу. Красивый. С бараном. С бараном. С Иваном. С Иваном. Не знаю. С бараном стоит тебе. Это для тебя. Это всё для тебя. Понимаешь? А ты что будешь в чай? Чай буду. Да. Ладно. Какой у тебя? Зелёный, чёрный чай. Я чёрный люблю чай. Чёрный как ночь. Ладно, давай. Не хочу. Это хуйня заниматься. Получается, я вам просто хотим. Хуйня? Да. Хуйня хочу с тобой заниматься. Всю ночь. Я тебя, красивый мой, тебя украду. Будем с тобой хуйня всю ночь заниматься. Буду тебе салам алейкум делать. Языком, да? Языком тебя всю сделаю. Салам алейкум тебе. Ой, бля. Какой лучший. Какой голос у тебя? Смёшься? У меня сердце греется. Давай встречаться. Давай встречаться. Говори, Алекс. Серьёзно теперь с ней говори. Давай встречаться. Давай. Действительно. Давай. Я тебя чуть-чуть развесил. Давай теперь с серьёзной темы поговорим. Правда, хочу тебя увидеть прямо сейчас. Давай. Прямо сейчас. У тебя приложение такси есть какое-нибудь? Есть. Хочу тебе приложение сделать. На громкий связь меня поставь по-братски. Сейчас. И в приложение зайди. Сейчас я тебе одну шутку покажу. Будешь смеяться всю жизнь потом. Нет, подожди. У меня нет приложения. А у тебя как? Айфон, антроид там? Нет, у меня вообще что-то делать. Ай, ты моя хорошая. Айфон. Весёлый такой, а? Ты же меня ещё не купил. Смотри. Есть телефон. А мы снова не сможем параллельно разговаривать. Приложения не можешь открыть параллельно. Да не могу. Ты слышишь? Я часто делаю телефон. Такое приложение на них. Приложения какие-то. Компьютер. Есть компьютер рядом? Чего? Компьютер есть рядом? Компьютер. Оооо, ты что, бля. Это тут такая роскошь-то. Ай, я тебе куплю, потом будешь на компьютере там пьёшь, 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 всякие делать красиво. Да-да-да. Включим с тобой фарнуку какую-нибудь, вообще, будем бомбовское время проводить на компьютере. Да-да-да-да. Давай серьёзно. Давай серьёзно. Что ему передать, чтобы из образа вышло? Не-не, всё нормально, всё нормально. Он качает её, всё хорошо. То есть, он юмор там делает накаткой, а дальше потом в серьёзку, чтобы уходил. Чтобы она думала, что то, что он к ней там языков вылизывать будет, это он шутит так, понимаешь? А то, что бабы боятся этого. Поэтому он... Серьёзно, в образе или без образа? Нет-нет, всё нормально. Дальше просто продолжает вот так качать. Её так качать. Всё хорошо. Я уже всё приготовил. Шашлык приготовил. Хачи-кури. До свидания. Всё готово уже. Да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Прямо ко мне тебя привезёт. Я тебе такой сюрприз бомбовский сделал. Просто бомбовский. Скажи адрес только. Скажи. Мне квартира не нужен. Там вот эти подробности всякие твои не нужен. Просто адрес скажи мне. Только не шути со мной. Правду всю говори. Как на духу. Я таких шуток не люблю. Вот честно. Как на духу. Как есть адрес. Скажи просто. Прямо сейчас за тобой отправлю лимузин. Лимузин отправлю с бараном, с цветом там совсем. Привезёт тебя ко мне. Будем стоять. Кайфовать. Арбуз есть. Шашлык. Женюсь на тебе. Увезу тебя к себе. Скажи адрес. Красивый мой. Посёлок Железнодорожный. Эй. Ахмед. Запиши. Запиши. Девушка. Посёлок Железнодорожный. 24. 24. Посёлок Железнодорожный. Дом 24. Ай ты какой молодец. Я тебя люблю всем сердцем. Улица. Скажи пожалуйста. А у нас в ауле просто. Три улица есть. Три улица. Номера есть. Комок. Всё есть. У тебя красивая одежда есть? Нет. Откуда же у меня? Какое-нибудь платье. Подбери пожалуйста. Пожалуйста. Ох. 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 Ты не заводи меня так. Комок. 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 Я очень красиво с тобой поговорил. У меня сердце поёт. Я щас в WhatsApp тебе напишу. Геометка мне скинь просто. И машина возле тебя. Я целую душу твою. Целую твои бриллианты все. Ты моя золотая ата горячая девушка. Ух. Ух. Ха-ха. Народный канал в эфире вообще. Хорошо. Хорошо тебя работает. Хорошо получается стрим Мустафы. Ты мою трансляцию смотрел. Вы нашли её или сам? Я импровизирую. А. Понятно. Ну похоже на то что нужно. Я примерно точно так же показывал. Ну стрим Мустафы везде одинаковые. Ха-ха-ха. Слушай. Сейчас адрес посмотри. Смотри классно. Видишь я тебя скорректировал в моменте когда надо с шуток перейти к серьезному общению. Когда ты договариваешься о свиданке чтобы она реально приехала. Нужно перейти на серьезный режим. То есть вот это ее немножко раскрепостило. Но она такая ну давай ладно уже до свидания короче. Пошла история. А когда ты стал серьезным она поняла что а значит это он типа шутит так. Ну типа хуе мое уже развеселилась. Расклабилась. А теперь ты говоришь ладно ну типа я нормальный парень. Да. Ну тоже как Мустафа. Все классно. Отлично. Шикарно. Мне понравилось. Переключаем. Ты имел ввиду переключаемся и в Мустафе серьезно общаемся? Или переключаемся? Ну я тебе там сказал потом будем смотреть и разбирать на видосе. Я буду разбирать этот видос на мастерском. На тренинге покажу людям что классическая ошибка у всех одинаковая. Ты начинаешь шутить ржешь и ржешь и не слышишь что она смеется но уже сливается. Она уже сливается потому что ты там какие то пошлые вещи сказал ее там напрягу и так далее. Но она при этом ржет. Ну ржет уже как будто тебя сливает. А тут она по меня только говорит так ладно. А теперь разговор серьезный. Давай теперь серьезно поговорим. Пошутили с тобой теперь давай встречаться. Потому что пойми если вы продолжите шутить когда ты будешь договариваться с ней о встрече она тоже пошутит на нихера не придет понимаешь. Тебе не надо чтобы она шутила когда речь касается встречи. Надо чтобы она реально пришла. То есть ты шутишь до момента шутишь для расслабона а дальше короче все теперь серьезно говорим. Я понял. А когда начинаем серьезно мы из образа Мустафы выходим или в Мустафе серьезно? Нет все. Мустафе отлично работает стиль Мустафы до конца до свиданки до секса работает прекрасно. Можно на свиданки тоже продолжать этот стиль делать. Стиль Мустафы и на свиданки тоже. Потому что если она на него хорошо реагирует то это шикарно. То есть это классная история. Они любят все эти дела девочки когда ты рассказываешь нам. И смотри. Для того чтобы она точно приехала ты говоришь приедешь ко мне. Они со своими страхами понимаешь. Ты говоришь приедешь ко мне. Я говорит. Ну мой ресторан в чайхана. Твой ресторан понимаешь. Она приезжает в твой ресторан в чайхана. Понимаешь. Твоя чайхана. Хорошо. Сама вот эта фишка типа Ахмед запиши в компакт. Сейчас ко мне моя будущая жена приедет. Тебя встретят твои люди там. Да. Сразу. А если ты встречаешься то свипа заебажит не в чайханер. Понимаешь. Она нахуй ей. Ну а приехала думала приколка. Тут выходят такие два твоих напарника. Говорят. Вас Ахмед Мустафович ожидает в отдельной комнате. Там. И значит соответственно заводят тебя. Там везде в чайхане. Во многих чайханах там отдельно эти есть. Закупки там. Они все там. Красивые. Пафосные. Короче. Туда можно завести тёлку. Она реально поверит что это твой ресторан. Понимаешь. Она же не знает кто ты. Она видит что это отрабатывает. Там. Ты звонишь. Грамотно. Красиво. И все. Что. Следующий звонок. Хороший. Хороший. Джонас. А ты пробовал стиль Мустафы? Нет. Надо попробовать. Тебе должно быть. Блять. Иностранец. Может когда пробовал. Но не помню. У тебя может прикольно получиться. Потому что. Да. Ты понимаешь как его делать. Ты понимаешь как его делать стиль Мустафы? Да. Я понял. Ну то есть. Может быть тебе это сложно. Потому что ты и так русский. Знаешь плохо. Но это будет блять интересно как. Мне. Я просто не представляю как ты делаешь этот стиль. Просто пиздец. Да. То же самое чтобы мне попытаться смоделировать там братишку. Хотя я тоже делал это в принципе. Негро. Вон девчонки фанатки появились. Которые тоже хотят чтобы их так вызванивали. Девочки напишите ваши номера. Сейчас вас вызвонит. Вы поедете на встречу с Мустафой. В чей хану. С реальным. Это все легенда для девчонок. А вам будет звонить реальный Мустафа. Напишите ваши номера. Так. Ладно. Короче. Ну давайте продолжайте. Когда кто-нибудь приедет. Может быть увидим еще раз. Потому что уже полтора часа идет. Вот. Все. Остальные группы подключите тоже под это дело. Чтобы там следующая группа организовала. Но не сейчас. А через час. Там полтора. Напишите в капитанский там сейчас пока. Что. Ну. Сейчас полтора. У меня будет время. Еще раз. Это самое. Все. Давайте. Удачи. 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 Погоди. Да. Что. Дай. Хотел тебе показать. Покажи. Да что ты куда? О. Привет. Знаешь кто человек? А-а. На. Подержи. Ты сегодня невеста или нет? Кто это? Нет. Не я. Ты не невеста? А невесту видели уже? Нет. Нет еще? Ну. Слушайте. Позвоните мне. Мне интересно посмотреть. Да. На невесту. Я сам смог приехать, но мне просто очень интересно. Да. Она невеста, Алекс. Нет. Она не невеста. Она не невеста. Это невеста. Невесту сейчас увидишь. Сейчас будет невеста. Мы собираемся и пойдем сюда. Давайте. Посмотри, сколько надеется наслят. Помаши рукой. Да. Помаши рукой. Народ смотрит. Скажи ей, что она популярна сегодня будет. Ты будешь популярной. У нас 50 тысяч человек смотри. Нет. Посмотри. Не хочешь быть популярной? Да. Да. Весь инстаграм тебя знает. Весь инстаграм тебя знает. Весь инстаграм тебя знает. Да. 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 Классно. Классно. Хорошо. Прекрасно. Давай этого мне товарища скажи Попрощаться Пока-пока Подожди, а за счет этого другого предыдущего Пару слов, короче Отойди Не подсушивай Слушай, давай Короче, смотри, она к тебе пришла, да? Да, ну Отлично, короче, сейчас отводишь ее в другую комнату, типа поговорить и начинаешь ее разводить Но при этом говоришь, что смотри чтобы никто, ну, чтобы она думала что это тайна, что ты ее разводишь, понимаешь? Чтобы пацаны, типа, не знали ни в коем случае, значит, ну там, пиздец потому что сейчас серьезное дело То есть, понимаешь, вот эта тема должна быть все время, типа что-то запретно вы делаете И нельзя Тогда их проще развести, понимаешь? Вот, попробуй Попробуй, я дернусь там Все, понял Я дернусь там Ну, ты все знаешь Интересный трекий прошел Все знаешь, короче, давай Действуй Но сразу голову короля ее не делай, понимаешь? Пускай чуть-чуть привыкнуть к обстановке Немножко протасуется с ребятами Потому что, смотри Если ты сделаешь голову короля сразу Она испугается, убежит Если ты немножко ее познакомь с ребятами Потом делаешь ей голову короля Она пугается И она не убегает, потому что она уже затусила с ребятами, понимаешь? И они как бы ее будут держать чисто потому что Собка тут общая, все такое Понимаешь? Вот она сразу не съебалась Ну, хорошо будет, если она останется Все, давайте Пока Все, закончил Давай, давай, включайся Я сейчас еще народу кое-что скажу Давай, включаемся Ну вот, друзья Так работает эта технология Дается на мастерском тренинге Называется «Поключение девочек» То есть Дет прозвон «Здесь и сейчас» Это принцип мастера любого Что Ты всегда «Здесь и сейчас» Это значит, что Ты просто берешь телефон, не планируй ничего вообще Никаких свиданий мы не планируем в теме Мы ничего вообще не планируем Мы просто делаем Здесь и сейчас Алло Выходи Иди Бери машину И она сама приезжает Она приезжает сразу домой И девочки едут домой Вот там Там пять человек сидит Сейчас одна приехала Там еще едет Еще едет Они все частно бьются к нему в квартиру Просто На ровном месте Можно так организовать Тебе Кучу девочек Которые будут ехать к тебе домой Просто с помощью Вот этой технологии Что такое «Голый король» Пройдите, пожалуйста Телесный тренинг И вы узнаете Что такое «Голый король» Вы будете его много раз делать На незнакомых девочках И на знакомых девочках И в результате Вы, наконец-то, научитесь делать «Голый-голый король» Это техника такая Значит Не просто ходишь Голый перед девушкой Там инструкция На полчаса Дается на тренинге Что делать Да, нужно Так что все Все давайте на тренинг Значит А на телеску Нельзя попасть Если ты не прошел базу Для этого вам нужно Пройти базовый тренинг Те, кто не были еще Значит Идите И вам там все объяснят До «Голого короля» Вы должны еще дожить У вас еще целый путь Впереди «Голому королю» Те люди, которые сидят Еще не в теме У вас целый путь К этому «Голому королю» Еще и там Как бы В общем, научиться нужно Пока еще Мы не потянем Да, это целый алгоритм Целый алгоритм Он такой Железнобетонно Точно работающий Мы знаем Что В какой момент делать Что и как говорить Просто нужно его Один раз поставить Человеку И он начинает работать Сейчас на самом деле Ну, можно бесплатно Книжке Аликса Если почитать Пацаны Ну, вот ребята Которые сейчас были в эфире Они бесплатно все Прочитали мои книжки И пришли на тренинги Да Почему? Потому что Несмотря на книжки Нужно много чего корректировать Как вы видите Это все люди Которые много раз Прочитали книжки Прошли базу и телеску Сейчас они на мастерском тренинге И все равно остаются Что корректировать И все равно остается что корректировать Понимаете? Остается много чего корректировать И сильно повышается Просто космически Повышается эффективность От этого Иначе бы люди Не ходили на мастерские тренинги Если бы это было не так Понимаете? Шикарно Ладно У нас сегодня прикольный день Сегодня уже Несколько трансляций было в ЗАГСе Несколько девчонок Привели в ЗАГС Несколько девчонок Вытащили домой Кого-то же кто-то отжарил И так далее Здесь группа Паша Работает Молодцы Классно Все Вот Значит Так каждый день То есть в течение мастерского тренинга Такая В таком состоянии Люди находятся каждый день За три недели Которые они проходят Там четыре уикенда За это время Да Значит Возникает привычка Все время этим заниматься Соблазнять И абсолютно правильно Это делать Да Это уже в жизни В вашей жизни встроено Когда в вашей жизни это встроено То Как это? Мастерство не пропьешь Меня не привели никуда Ну что ж ты страдаешь Так я тебе сказал Оставь свой телефон И тебя вызвонят Если не один вызвонит То другой Значит тебя вызвонит И приведут тебя Много женщин Тут просто Глядя на то Как вызванивают женщин Они начали завидовать Всем хочется Чтобы их так вызванивали Чтобы тоже Мустафа позвонил Или какой-нибудь Джон Растап Или еще какой-нибудь Боуш позвонил Так вот вытаскивают Классно Я честно Девчонки Вас понимаю Потому что я сам Я сам Хотел бы Чтобы меня охотница Разводила Так же Как я учу Просто пиздец Потому что Это так круто Когда тебя так разводят Все эти фишки На тебя отрабатывают Я так от этого тащусь И любой мужик От этого тащится Особенно тот Кто в тени Жалко конечно Что я не могу Себе позволить Этого Потому что Я же их учу Кроме меня Нет ни одного человека Который их учит Я бы хотел На свою охотницу Наткнуться Которую я не знаю Но К сожалению Это невозможно Я вот страдаю Из-за этого Вот Если бы я наткнулся Свою ученицу Мне блять Так было бы с ней интересно Но к сожалению Не получится Никогда у меня Потому что Если девочку Я не знаю То она скорее всего Не моя ученица А значит Она ничего не умеет Да Тяжело быть мастером Понимаешь Тяжело Ладно Все Друзья Всем пока Выложить это Обязательно На ютуб Эфир Потому что Важно Чтобы люди Видели Что им делать Многие люди Они видят Когда Что мы делаем Начинают это Подхватывать Попадают в тему Начинают этим Заниматься правильно Кайфуют От соблазнения На релаксе На кайфе Вот так вот Вытаскивают девочек И встречаться с ними Все Пока Пока